И что вакансия корреспондента не откроется после этого включения у нас. Ну, а у нас есть правильный ответ, и сейчас мы готовы принять звонок. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Итак, как же, Юрий, называется три подряд страйка? Три подряд страйка называется терки. Правильно, поздравляю. А что означает это? Перевод знаете? Не знаю, к сожалению. Индейка это называется? Индейка, да. Индейка, вот. Ну что, выбивали когда-нибудь, нет? Нет, по-моему. Три подряд, наверное, не выбивал. Ну, будет шанс выбить теперь два сертификата в Боллинг-клуб «Шаровая молния». Ваш на две дорожки, на один час каждый. Поздравляю. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Мы возвращаемся в студию. Мы тут уже сейчас облачаемся. Подготовительный у нас этап. Нет, операций никаких совершать пока что не будем, хотя хорошая идея. Можно операцию в прямом эфире провести. У нас в гостях шоу профессора Звездунова сейчас находится. И в данном случае наши традиционные эксперты, профессионалы. Профессор Колбочкин, она же Олеся Толстякова. Доброе утро. И профессор Туманкин, он же Сергей Миссис. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот в сочетании с перчатками вот этого шприца, очень страшно, конечно, все выглядит. Рассказывайте. Расскажите, зачем. Еще раз доброе утро, доброе утро всем телезрителям. Сегодня тема морская, поэтому мы решили тоже так же не отходить куда-то в сторону, не приходить с Азотом и говорить, что у нас здесь будет Азотное море, а не Азовское. Поэтому мы решили вам задать такой сразу же вопрос. Как вы думаете, можно ли ходить по воде? Если вы не понимаете, кто. Как минимум, да, один попробовал. Ну, наверное, нет. Нет? Нет. А если это научное море? Научное море? Научное. Если вы скажете, что такое научное море, я наоборот могу ответить. Ну, хорошо. Смотрите, у нас есть специалист по научному морю, это наш профессор. И она вам сейчас все объяснит. Насколько мы знаем, у нас есть два вида жидкостей. Ньютоновские и ненььютоновские. И сегодня мы принесли к вам ненььютоновскую жидкость, которая обладает очень интересными свойствами. Вот она у нас здесь. Потом расскажу, что у нас здесь. По всему виду жидкость. По всему виду жидкость. На йогурт похожа. Да. Но если мы ее возьмем, кажется, что она твердая. Отпускаем, и она становится жидкой. Можно мне попробовать? Конечно, можно. Это нужно обязательно попробовать. Да. Правда, на йогурт похожащий? Очень плавно. Очень плавно попробуйте входить в нее. Да. Если мы будем очень плавно опускать туда палец, он у нас спокойно пройдет. А если мы захотим его вытащить, он у нас там останется. Ну да, спокойно опустил палец, а теперь оп, а, 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 и застрял его. Да, то есть. А, 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 выпустили меня. Ловушка у нас такая получилась. Можно попробовать кулаком ее побить. Является очень прочным материалом при этом. Попробуйте. Проверьте свою силу. Кулаком. Прямо можно ударить? Да, да, да. Да, да, конечно. Ого. Ого. Слушайте, не могу пробить. То есть вот реально, смотрите, бью, он мне это не пропускает. А так вот спокойно раз и утонул. Отпустите. Так, сейчас тоже попробует профессор. Набираем побольше. Да, это у нас происходит, а, не сказала же состав. Открою секрет, что у нас там крахмал и вода. И все? И все. Все это можно сделать дома на досуге. Взять крахмал, водичку и в составе один к одному, одна водичка и два крахмала. Мы смешиваем это все и спокойно можем дома играться. Для детей на самом деле это самая лучшая, самая лучшая забава. Дело в том, что вода у нас скрепляет молекулу крахмала, и когда мы очень сильно воздействуем, они не успевают у нас сражаться. Если медленно мы это будем делать, они очень спокойно, как пружины у нас действуют, то же самое. Поэтому дома я вам очень советую всем попробовать. Ну да, это у нас самая лучшая. Я знаю, почему же Саша займется на выходных вот 100%. Да. Сложно передать на камеру, потому что вот смотрите, то есть правда беру вот твердое, если видно, твердое вещь, а просто чуть опустил, и оно потекло. Как так получается? Поэтому да, если у вас будет с собой на море несколько килограмм крахмала, можете спокойно проэкспериментировать и показать туистам, другим, что вы можете ходить по воде. Ну лучше не экспериментировать, а то как же потом попасться будем? Особенно те, кто пропагандирует ныряние за большой вышкой. Ну все верно. Ну да, явно не получится. Да, но в инструкции, ходя по воде, по такой, лучше двигаться быстро, не останавливаясь. Да, очень быстро. Ну да, то потом не выберешься и готовить руки. Так, дальше. Так, а и второй у нас, естественно, есть эксперимент. Перчатки вам не понадобятся, можете снимать. Давайте поможем. И вот, смотрите, в общем, во всех морях есть какая-то живность. Вот вы сегодня видели, да, мы тоже сегодня увидели уже. В этой нету. В этой нет. Здесь у нас живность, это только наш крахмал. Вот. Как вы уже были, было у вас в эфире, показывали, там у вас были рыбки плавали, там такая большая, то есть сардина, да. И акулы. И мы решили сегодня тоже в нашем втором море научном создать лохнесское чудовище. Угу. Да. Для этого... Съездом я сейчас? Нет. Оно у нас не съезд. Для этого мы будем использовать несколько веществ. Самое первое вещество, которое у нас набирает профессор в шприц, называется альгинат натрия. Он используется как пищевая добавка и получается из морских водорослей. Здесь у нас тоже наше море, второе научное море. Это что? И здесь у нас находится вода и вторая пищевая добавка, это калий хлористый. Можно? Кальций хлористый, прошу прощения, да. Не стоит, это химическое все-таки не стоит. Вы предуспел буква, Джо. Мы еще добавим. Да, еще чуть-чуть добавим и размешаем. У нас альгинат натрия является загустителем, а кальций хлористый у нас является затвердителем. Отвердителем. И теперь мы будем... Давайте. Попробуйте, пожалуйста, вы будете у нас попробовать создать. Главное в этом деле, нужно ровно, уверенно направить будущее чудовище в наше море. Я думаю, стоит помочь, да, проходите в нашу лабораторию. Проходите, проходите. Каким углом это нужно делать, расскажите. Под... 90 градусов. И планомерно. Ну, сильно или... Нет. Поберегите сил. Вот, правильно. Очень хорошо. Можете теперь кругами походить, да. Заполнить. Отлично. Мастерски получается. Вообще. Не у всякого профессора так может располучиться. Кажется, вам нужно в нашу команду. И мы немножечко подождем. Да, сейчас подождем, когда у нас пройдет процесс... Сейчас такая рука-то как... Как прошло. Как зарождение чудовища в нашем море. Он называется процесс полимеризации. То есть, когда у нас сейчас все молекулы станут друг к другу ближе, скрепятся как раз-таки при помощи вот кальций хлористого. И я думаю... Она затвердеет или что? Да, сейчас она затвердеет. И у нас получится, мне кажется, очень длинное, очень большое чудовище. Угу, метра три, наверное. Да, получились такие хорошие макароны. Все верно. Держите, пожалуйста. Так, достаем нашего чудовища. Сейчас мы его растянем. И посмотрим, какой он делает. Вот это да. Кажется, это впервые вы стоите в нашей лаборатории. Мы сейчас можем его перетягивать. Да. Претягивание чудовища. Оператывание каната буквально. Еще немножечко у нас здесь осталось. Готовы? Ну, Саша, кто держал чудовище? Сломали чудовище. Да. Ну, то есть, смотрите, при помощи таких простых, ну, для нас простых веществ, мы с вами смогли создать впервые, мне кажется, в эфире, в прямом, научное чудовище. Которое, которое никому вреда не принесет. Ну да, если его не съесть, я подозрел. Ну, хорошая вещь, украшайте под Новый год помещение. Все верно, да. Я думаю, мы оставим. Елка сольется, а вокруг можно, да. Мы оставим для вашей студии. Да, да, да. Как раз надеемся, что в новогодних эфирах мы уже увидим это украшение у вас. Да, конечно. Безусловно. Отлично уже смотрится. Ну, впрочем, вот так вот у нас наука может приобщиться к морю, к такому дню морскому. Это здорово, да. Спасибо вам за отличные эксперименты. Все впечатляет, и вот это вот море, по которому можно ходить, но не тонуть, и вот этот вот, хотел сказать... Морское чудовище. Зеленое чудовище, ладно. Не будем его оскорблять, это правда живет. Спасибо шоу-профессору Звезнову в гостях. Далее у нас...